Давайте начнем это утро с молитвы. Это мы изучаем антипророческие слова. И мы просим Твоего понимания глубоко в нашем сердце. Очистить наш разум, чтобы мы могли принимать от Тебя. И дай нам силу слушать и слышать. Во имя Ишúa. Аминь. Сегодня мы переходим к Исайе 61 главе. Исайе 61.1-3. Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Возвестить сетующим на Сионе. Что им вместо пепла дастся украшения. Вместо плача и елей радости. Вместо унылого духа славного одежда. И назовут их сильными правдой насаждением Господа во славу Его. Это пророчество подпадает под третью категорию мессианских пророчеств. Как мы раньше сказали, что есть разные виды. Это пророчество относится как к первому приходу, так как ко второму приходу. И тут не видно, что будет еще временной отрезок, временной период между двумя приходами. Верси 1 и 2-8 относятся с первым приходом. Верси 1 и 1-2 стиха относятся к первому приходу. И вторая половина второго стиха и третья стиха относятся ко второму приходу. Как мы это знаем? Ну, сам Ишуа читал этот отрывок в Евангелии от Луки. И когда он читал, он остановился на одном моменте, на одном предложении. Проповедовать лето Господне благоприятное, на этом он остановился. И так же мы знаем предложение этого стиха «День мщения Бога нашего». Но он внезапно остановился посередине предложения. И он говорит, что те слова, которые он сказал, исполнили сейчас. А исполнение второй половины этого отрывка еще предстоит в будущем. Поэтому что же мы видим там? Первый стих — это подтверждение Исаии 11-2. И Исаия 42-1. Там сказано, что он будет помазан Духом Святым. Для того, чтобы он смог завершить то служение, которое он был послан сделать. И когда мы думаем об этом, это также применимо и к нам. В Деянии апостолов, в первой главе, И ученикам было сказано, ждать в Иерусалиме, пока они не получат крещение Духом Святым. И то, что он сам здесь сказал, нам бы хорошо об этом подумать. Какова основная цель Духа Святого? Если мы посмотрим Деяния, главу Деяния. Это Деяния первой главы. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И в восьмом стихе. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Основная цель дарования Духа Святого в том, чтобы в нашей жизни была сила для свидетельства. И мы видим, возможно, то же самое происходит здесь, в Ишуа, или же пророчестве у Ишуа. Он примет Дух Святой для того, чтобы он смог исполнить свое задание, миссию. Мы знаем, что это помазание сосло на Ишуа во время его крещения, о котором сказано в Матфея 3.16. И начиная с того момента он начал свое публичное служение и открыто провозглашал о своем мессианстве. Это было во время его первого прихода. Мессия будет делать четыре вещи. Во-первых, благовествовать нищим всем людям. Второе, проповедовать пленным освобождение. Что это значит? В еврейском контексте израильский народ, в частности, евреи, были рабами закона Моисеева. Почему я это говорю? Потому что они не могли исполнять его, исполнить его. Всякий, кто совершает грех, становится рабом греха. И поскольку ни один еврей не мог соблюсти идеально все 613 заповедей, они таким образом становились рабами проклятия закона. Как я раньше сказал, что спасение для еврея и для нееврея только в Ишуа. Ишуа пришел проповедовать свободу, избавление от закона через веру в него. Это не значит, я вовсе не имею ввиду, что Тора плохая. Я думаю, что очень хорошо Павел объясняет это в Новом Завете, как это все работает. Окей, номер три. Проведовать пленным освобождение, узникам открытия темницы. Что это значит? В Евреям 2, 14-16, там очень хорошее объяснение этому. И это почему я сказал в начале, что я верю, что новая поведение Суббота в большом уровне это комментарий на Танах. И поэтому помогает нам понять Танах. И давайте прочтем в Евреям 2, 14-16. Послание Евреям 2, 14-16. В Евреям 2, 15-16. В Евреям 2, 15-16. Как дети причастны плоти и крови, то... И он также воспринял онной, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Аврамова. Они все входят так смиренно в это утро, склонившись. Что тут хочу сказать? Не знаю, как в русском переводе это звучит. Получается, он на английском переводе он берет семя Аврамова. So here again, we see that expression coming back when we looked at the seed, different seeds, the seed of the woman, the seed of Abraham and the seed of Jacob and so on. Here we see back a reference to this, the seed of Abraham. семя женщины. И снова эта фраза здесь употребляется. Okay? Because of Israel's failures under the law, they were bound by a satanic fear of death. поскольку у Израиля были неудачи исполнить закон, выполнить закон, они были связаны с сатанинским страхом. и часть миссии Иешуа во время его первого прихода в том, чтобы забрать ключи от ада у сатаны. так, чтобы те, которые верят в Иешуа, быть это евреи или неевреи, больше бы не боялись смерти. И больше бы не приходилось им быть заключенным в темницу этого страха. Now we know that the renewed covenant scriptures tell us that Yeshua himself says I have those keys now. I have taken them away. He is death. как в Новом Завете Иешуа говорит у меня есть эти ключи, я их забрал. Ключи от ада и смерти. So we know that Yeshua accomplished his purpose. And therefore we do not need to have a fear of death. Поэтому нам надо иметь страх смерти. If we know Иешуа. If we know Иешуа. If we're walking with him. Okay, number four. To proclaim the acceptable year of Yehovah's favor. Another way you could say this is to proclaim the acceptable period of favor of grace. также проповедовать лето благоприятное благодати. With the death of Messiah where the dispensation of law was brought to an end. Dispensation. Dispensation of time period. And the dispensation of grace began. under the grace of God our salvation comes purely from accepting that Messiah died and rose again on our behalf. our salvation приходит исключительно из-за нашей веры в то, что Messiah умер за нас, воскрес за нас. This is so important. Because so many people get into trouble here. Even after they've accepted the devil keeps trying to tell you you still have to do something to get salvation. What you do now is not to get salvation. But it is to show your love for you and what he did for you. We don't have to earn it. And so many people fall into this trap. I think it's one of the most asked questions that I've ever been asked. It comes in various forms. But it basically boils down to what do I do to please God that he would let me into heaven? The answer to that is you can do nothing. You can only accept Yeshua's offer on the cross. This is a personal decision which must be made at some point in a person's life. No one can be born a Christian in the terminology of the renewed covenant scriptures. You mean born physically? Yeah. no one who is a Christian who When you ask them are you a Christian? They say yes. They say yes. But they have never made a decision to follow Yeshua. one man one man expected one man expressed it like this. He says you can sit in a garage in a garage all your life. He says you can sit in a garage in a garage all your life. You will never become a car. You will never become a car. It's the same with being a Christian. You have to make a decision to follow Him. I just wanted to express that point with you. I wanted to express one other point here. I just wanted to express one other point here. Which is not covered in this study. It's one that struck me a number of years ago. In this piece of Isaiah it talks about healing. Yeah? Yeah? But what is it that is mentioned here? And there is so much importance put on physical healing, body healing. And it's good. But this scripture tells us something which I think we miss. Okay? It says the Spirit of Adonai Elohim is a blessing. because He has anointed me to announce good news to the poor. And then it comes. He has sent me to heal the broken heart. He doesn't say anything. He doesn't say anything here about physical bodily healing. He doesn't say anything. He doesn't say anything here about physical bodily healing. He talks about a healing of the heart. the broken hearted. And there are so many broken hearted in the world. And I have a little bit made it my mission to seek out God's ability to heal the broken hearted. Yes, I love to see people being healed. I love to see a little girl in Brazil who suffered from sores all over her legs. who suffered from and were in a meeting and the Lord spoke to me and He said there is a little girl here who has very bad legs and you need to pray for her. Now, on the one side I hate it when God does that. Because it means I have to go out on that limb. I have to go and stand on the edge and I have to stand on the edge and I have to take faith and I have to say God has spoken to me that there is a little girl in this hallway who is suffering terribly on her legs. I would like to pray for her. And then nothing happens. God, you did it again. I'm standing there on that limb. I'm waiting. Nothing happens. I go back. It was in the middle of my message. It was in the middle of my message. I just begin my message again. I don't really know what to do. Honestly, I'm a little embarrassed. And even I'm a little embarrassed. I'm a little embarrassed. But suddenly I feel somebody tugging on the back of my shirt. And it's the pastor of the church. And he points over to the side of the church. And there's an old lady standing there with a little girl next to her. And through the translator they tell me it was about five maybe even ten minutes afterwards. And they tell me through the translator this is a little girl. They bring her up on stage and she has it's Brazil it's warm it's hot and she has this short skirt on and you can see her legs. She's maybe ten ten years of age. And you see her legs. I don't think there was a spot on her leg which wasn't covered with some sort of red blob. and there was something oozing out of all of those blobs. And I said at that moment to the church I said let's all stand we're going to pray as the body for this little girl. I got down on my knees and tears started to flow from my eyes. I took out my oil and I poured it on her legs. And she went back down and she went back down and it wasn't an instant healing. but on the Wednesday that was the Sunday on the Wednesday I came back to the same church. And I walked into the building and there was something in the atmosphere. You could feel it. And I got up to I got up on the stage to preach. And just before I was about to start the pastor came to me through the translator he said have you heard? I said heard what? He said about the little girl. And then he waved with his hand. And the same old lady it was her grandmother she brought the little girl up on the stage. She brought the little girl up on the stage. And her legs were perfect. And her legs were perfect. And then they told me the story. And then they told me the story. This little girl had suffered for three years. Она страдала три года. with terrible pain. She couldn't sleep at night. And they said they took her home that night. And they said they took her home that night. And they put her to bed. And she slept the whole night for the first time in three years. впервые она спала всю ночь не просыпаясь за три года. А утром когда они ее пробудили they were all over the bed there was all of these sores they had just fallen off. По всей кровати были вот эти как бы раны либо гноры она как бы отстала от кожи она осталась на кровати. And the legs were completely healed. И полностью селены ноги. Бог сделал великое чудо. И я говорю что в тот вечер такое поклонение было служение поклонения как никогда раньше. Евреи знают как поклоняться. И бразильцы тоже знают как поклоняться. Они наполнены огня. Но превыше всего или важнее это маленькая девочка которая страдала. Я верю что ее сердце тоже было сокрушенным. Но она теперь исцелен была. И она узнала кто такой Бог. Мы должны понимать физическое исцеление это что-то чудесное. но исцеление сердца для меня даже более чудеснее. Вы не можете видеть боли внутри и люди страдают. Просто хотел рассказать вам это утро эту историю. Бог так благ. окей let's move on Isaiah 61 the second part of verse 2 and 3 as I said deals with the aspect of the second coming. So we're going to jump over that for now. We see here that Messiah would be anointed by the Spirit for his mission. And it should remind us of our own need for the anointing of the Spirit. It teaches us also that Messiah would have a prophetic preaching ministry. As we saw it says the Spirit was upon him so that he would proclaim the salvation proclaim the good news proclaim the good news proclaim freedom proclaim healing proclaim the proclamation that if it is empowered by the spirit of God then it will bring great glory we are not yet at the day of vengeance that day is still to come we move on now in Isaiah we come to sorry we move to Jeremiah now we finished with Isaiah and we will go on to Jeremiah Jeremiah chapter 23 verses 5 and 6 the days the days are coming says Adonai when I will raise a righteous branch for David he will reign as king and succeed he will do what is just and right in the land in his days Yehuda will be saved Israel will live in safety and the name given to him will be Adonai Tzitzkema Tzitzkema Tzitzkeanu sorry and what name what they will call him God God Tzitzkema Eremia 23 5 6 again we see here a reference to that branch of David remember we talked about that the tree being cut off and there would be a small shoot помните мы говорили об этом что дерево оно срублено и потом появляется ветвь из корня та же тема повторяется снова и снова и хотя эти стихи в основном относятся ко второму приходу Мессии но также есть нечто что относится и к его первому приходу в пятом стихе говорится о человеке отрасли Давида сыне Давида который будет править как царь и это царство еще придет но тут ясно видно что говорится о Мессии как о потомке Давида и таким образом акцент делается на его человеческой природе но в шестом стихе мы видим что этому человеку дано имя которое можно применить только к Богу Jehovah our righteousness Jehovah наша праведность Many modern translations generally render this as Lord this is intended to convey the four letters для того чтобы указать на четыре буквы на тетраграмматон what is it now you tell me you're good at this ты хорошо это знаешь четыре буквы yeah Hashem Yud-Heh-Vav-Heh is what I was getting at here which are read as Jehovah or Yahweh throughout the Hebrew scriptures the divine name и во всех еврейских писаниях это божественное имя Yud-Heh-Vav-Heh is given to God alone Yud-Heh-Vav-Heh дается только Богу одному yet here the man in verse 5 is clearly given the name of God in verse 6 what does this do it reconfirms the idea of God man the one which we saw way back in Genesis 3.15 this has to be it has to be fully human and he has to be fully divine or godly one of the arguments presented by rabbinical judaism to refute this teaching is to point out that throughout the scriptures there are examples of names which contain the name of God we have an example here Jeremiah this verse which verse no this book we're reading in Jeremiah the name Jeremiah means Jehovah will establish or Jehovah will hurl or Jehovah will hurl the name Isaiah means Jehovah is salvation and there are many other names which contain Jehovah in them but it needs to be realized that in none of these cases are all four of the letters Yud-Heh-Vav-Heh Far also need to understand that in one of these cases we can't find all four of the name of God in relation to a human being despite this Jeremiah 23.5 clearly speaks of a man of human descent a descendant of King David and in 23.6 he is given a name which is the name of God alone we have to understand also that this was not disputed by the ancient rabbis we have to understand also that this was not disputed by the ancient rabbis in their writings you will always find they interpret this as a messianic passage and they will always find that they interpret this a messianic passage it is only recently that the rabbis have tried to argue otherwise and we know the reason for them because they want to cover up as much as possible any reference that could possibly mean that Yeshua had been the Messiah I just want to give you a couple of examples here in Proverbs 19 21 okay let's just go there for a minute Proverbs 19 and 21 one one can devise many plans in one's mind but Adonai's plans will prevail also also a good thing to remember we can plan lots of stuff and probably much of it will never succeed but if we work out God's plans but if we work out God's plans what we receive in a midrash commenting on Proverbs 19 21 which was written between 200 and 500 AD it says this a certain rabbi Hunna said this eight names are given to the Messiah which are Yimon Yimon Shiloah David Menachem Yehovah Yustida Nostra which is Latin not Hebrew Yustida Nostra means Justice and Righteousness что переводится как справедливость и праведность цеменах 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 yeah and Elias Elias yeah the fifth name listed is Jehovah the name of God fifth the fifth name mentioned in the list is Jehovah the name of God and he goes on to say this is based on the words of Jeremiah 23.6 and the seventh name цеменах цеменах извините за произношение мое or branch либо же отрасль and this he said is based on Jeremiah 23.5 So we see quite clearly that we can find back in these old Hebrew commentaries there are a couple of others here listed but I'll give them if you want to know them but if you start looking at these you can see quite clearly that the ancient rabbinical writings and even the Talmud Jeremiah 23.6 is applied to Messiah Messiah is given the name of Jehovah okay just a quick summary then here Messiah would be God man and Messiah would be God Messiah would be Jehovah himself Jehovah would become a man and Messiah would be descendant of David and therefore a king and reaffirms the Davidic covenant okay let's take a break let's take a break you want to continue yeah okay okay then we'll go on then we'll continue a little bit to Micah 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 5 verse 2 Micah 5 verse 2 Micah 5 verse 2 whose origins are far in the past back in the ancient times Micah 5 verse 2 Micah 5 verse 2 Micah 5 verse 2 Micah 5 verse 2 one of those is that it states the origins of this one would be far in the past ancient times does it say that in Russian? okay let's go from my reading here where it says but you beth Lechemny Efrat so small among the clans of Yehuda it's last sentence actually yeah yeah last sentence out of you will come forth to me the future ruler of Israel and then it goes on to describe him as one whose origins are far in the past they say that происхождение его, происхождение Мессии из начала дней вечных то есть из прошлого или из начала in other words in eternity and in the Hebrew Scriptures if you're reading in Hebrew и также в еврейских писаниях если вы читаете there is a proof есть доказательство in Genesis 1.1 but you have to know how to discover it you have to know how to discover it you have to know how to discover it if anyone is interested in that we can talk about it later in your free time okay this verse builds on Isaiah 7.14 5.2 Micah yeah Micah 2.5 главы основывается на Исаии Isaiah 7.14 it is already been shown to you that great a great many scriptures point to the divine as well as the human nature of Messiah и как мы уже указывали много стихов которые указывают на божественную человеческую природу Мессии from as early as Genesis chapter 3 and 4 yeah если мы возвращаемся к 3.4 главе and this continues on until we come to this point here in Micah доходя до этого отрывка в Михее Micah was a contemporary of Isaiah you know it means he lived around the same time he lived around the same time yeah prophesying at the same time but in a different part of Judea in Isaiah 7.14 we read that Messiah would be born of a virgin and here in Micah 5.2 we get the place of birth not in Yerushalayim as many would have expected not in Yerushalayim as many would have expected but in Bethlehem and house of bread the manna that came down from heaven либо же та manna которая сошла с небес родилась в Вифлееме как и сам Ишуа сам о себе говорил хлеб сходящий с неба this was perhaps hinted at in Isaiah 11.1 и возможно такой намек мы находим и в Исаа 11.1 but is now stated quite clearly но теперь это очень ясно видно and it is also stated which bet lechem it is и также тут обозначается какой именно Вифлеем вифлеем из Ефрафы as distinguished from another bet lechem which is in the Galil another one? yes Galil in the Galil а есть потому что есть другой Вифлеем второй Вифлеем в Галилее находится this Bethlehem the Bethlehem of David of Yehuda this Bethlehem the Bethlehem of David of Yehuda situated south of Yerushalayim the one to be born is said to go forth from me и тот который родится произойдет от меня he is being born in order to fulfill a particular mission он родится чтобы исполнить определенную миссию особенно цель Бога as regards his human origin и в отношении его происхождения как человека he is to be born in Bethlehem Он должен родиться в Вифлееме, но в отношении его Божественного происхождения то есть его человеческое происхождение в Вифлееме и его Божественное происхождение от начала, от дней вечных. И на иврите здесь используются слова очень сильное слово, означающее вечность. И также такое слово используется в Псалме 89 для описания Бога Отца. Псалм 90, verse 2. Псалм 89, 3 стих. Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века. Ты Бог. Как я сказал, что я читаю на английском тот перевод, который очень близко к ивриту. Интересно вот эта фраза здесь, от века и до века. То есть от прошлой вечности и от будущей вечности на иврите. То, что относится к Богу Отцу, также относится и к этому, кто родится в Вифлееме. И те же слова используются в притчах 8, 22. 8, 22, which says, Адонай made me as the beginning of his way, the first of his ancient works. Притча 8, 22. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искони. Мы в контексте видим, что это мудрость говорит. Поэтому снова мы можем сказать, что Мессия — человек. Мессия рожден в определенный момент времени и в определенном месте. Однако Он существовал от самой Вечности. От начала Вечности. Окей. Поэтому он...